Скажите, у вас здесь есть пруд, противопожарный пруд на территории? Да, вот там, между машиной и нами там. А, то есть есть, да? Да, да, да. Он оборудован как раз для пожарной паши. Апрель принёс дачникам долгожданное тепло, а с ним и доставил хлопоты с противопожарной пашкой территорий, граничащих с лесом или полем. Сухая трава при возгорании представляет серьёзную угрозу для построек. О необходимости как можно раньше создать так называемые негорючие минерализованные полосы. Активу дачного посёлка Изумрудный ручей в Афрянове рассказал заместитель главы администрации Виктор Сёмин. Он и Наталья Кочерыгина, начальника отдела по развитию территории, осмотрели товарищества, наиболее уязвимые в пожарном отношении. В Изумрудном ручье ни много ни мало – 155 участков. Чтобы все жители соблюдали, не разжигали, как сейчас снег сойдёт, трава будет, не поджигали траву, следили за детьми, чтобы не было несчастных случаев. Ну, у нас вае будет сейчас очередной где-то, праздники, майские. Собрание, да? А, ну да, как обычно. Да, Елена Валерьевна всё раз напомнит. Дачное некоммерческое партнёрство «Мавринские дачи» граничит с лесным массивом. И уже сегодня, в разгар весны, необходимо задуматься о том, как произвести опашку. Любое возгорание в лесу может привести к неповторимым последствиям. С возгоранием дачных домов. А их здесь около 300. Та часть, которая прилегает к лесу, она плотно, не просто плотно прилегает, а лекс практически интегрирован внутрь участков некоторых, да, потому что граница проходит, как бы, и поле это колхозное заросло уже сто лет назад деревьями. Пожарный пруд у вас предусмотрен? У нас река рядом. А, река рядом, да. А подъездные пути к реке? Там нормально, да? Муниципальная улица, рассветная, большая, да, нет, это рассветная. Да, она заасфальтирована в 2020 году, она подходит прямо к реке. Виктор Семин попросил дачников, не дожидаясь беды, устранять любую угрозу распространения огня от пожароопасных природных объектов. Мы жителям советуем самостоятельно производить вырубку и очистку от сухостоя полосы в районе 10 метров, чтобы не было сухих деревьев. Проговариваем о том, что им необходимо, где их СНТ прилегает к лесному массиву, заниматься опашкой. Жители с этим в основном справляются, заключают договора с коммерческими организациями самостоятельно. А мы выезжаем, контролируем и еще раз с ними проводим профилактические беседы о том, что это надо делать ежегодно. Принципиальную позицию правления СНТ обязаны проявлять в отношении заброшенных полей. Лучше сейчас проложить минерализованную полосу по заброшенному участку, чем потом искать виновного в пожаре. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.